Задержка идет. Ну, так всегда. А где там посмотреть, сколько человек? Мне хоть показано, что из этой конструкции не видно. Пока девять. Уже пятнадцать. Не тот уровень. Привет, привет. Добрый вечер. Сейчас, если будем долго собираться, я маски начну вот эти включать. Зеленые. Запросы на участие в прямой эфир. Это кто у нас такой смелый? Прямой эфир, это значит, типа, вместе, ну, и спеть песню тогда на сцене. Ну, все, сорок человек, можно начинать. Как наши билеты. Так, девятнадцать. Сколько у нас уже? Будем начинать. Всем привет. Всем помах... Я не знаю, вот написано помахать, значит, надо помахать тоже. Я вам машу. Hello. Привет, здравствуйте, добрый вечер. Я пытаюсь какие-то языки вспомнить, которые я знаю, понимаю, что... Особо ничего не помню. Так, так, так. И сначала хочу сказать спасибо всем, кто приложил руку к тому, чтобы эфир состоялся. Потому что была такая идея, что если мы набираем на определенный период времени, набираем, доходим до цифры пять тысяч, ну, просто такая вот. Надо было, конечно, говорить шесть, я немножечко притормозила. Вот, и если, значит, мы на этой неделе набираем эти пять тысяч, то, значит, прямой эфир состоится. Я знаю, что некоторые из вас просили своих друзей и знакомых, которые, наверное, даже не знают, кто мы такие, но исполнительно подписались. Поэтому всем огромное спасибо. И как раз за этот эфир, получается, в том числе. А где же меня посмотрите, сколько людей? Уже пропала. Ну, покажи. Вот, начнем с того, что я попытаюсь ответить на вопросы, которые были заранее вами присланы. Потому что в эфире не всегда удается на все ответить. Поэтому приоритет мы будем отдавать тем вопросам, которые заранее. Я их не читала, я не знаю, что здесь, потому что... Я вообще столько не читаю, сколько здесь написано, в принципе. Вот, поэтому начнем с того, что... Вернее, я хочу сразу сказать, наверное, самый главный вопрос, который всех интересует, это то, что концерт 4 ноября в Санкт-Петербурге состоится, что QR-код на него не нужен, что мы не попадаем пока под эти ограничения. Этот QR-код нужен с 15 ноября. Ну, если вдруг кто-то сейчас присоединится, еще не успел услышать эту информацию, то я, в принципе, ее повторю в течение эфира. Но пока давайте начнем проходиться по вашим вопросам. Вот прям с такого начинается... Как-то неожиданно начинается наше... Было ли у вас в жизни самое яркое, позитивное впечатление во время концерта? Я хочу надеяться, что самого яркого впечатления еще не случилось, и что лучшее впереди. А вообще, конечно, каждый концерт – это очень яркие эмоции, впечатления, их сложно сравнивать между собой. Любимые песни по одной – своя и чужая. Вот это очень сложный вопрос. Вот я сейчас как раз нахожусь в процессе, что отвечаю одному порталу на вопрос 5 любимых песен. Я не могу на него ответить. Я могу ответить на вопрос «Любимый исполнитель». Я могу ответить на вопрос... Ну, все, больше не могу на самом деле ответить. То есть я вот для себя сделал вывод, что есть песни, которые сейчас как-то откликаются по настроению, где, может быть, также на слух приятные какие-то тембры, инструменты, какие-то гармонические ходы, текст. А есть песни, которые ты любишь только потому, что они ассоциируются с чем-то. То есть это в основном ностальгические какие-то эмоции. Вот я слушала вчера живой этот концерт кино, 21-й год, который в БКЗ. Я понимаю, что у меня там все песни любимые. Я не могу назвать какую-то любимую песню. Они все мне нравятся, они все мне как-то вызывают какие-то воспоминания, эмоции. Поэтому это сложнейший вопрос. Я только могу сказать, что из наших музыкантов, современников, мне, конечно, близок Сплин, мне близок Розенбаум, мне много новой музыки, которой даже не знаю имена этих исполнителей. То есть раньше я просто могла слушать радио и что-то новое для себя находить. А сейчас, слава богу, есть Яндекс.Музыка и все остальное, где просто тебе выдают по твоим предпочтениям, ты даже не знаешь, что это твои предпочтения. Лиза, настроение сейчас на творчество. Вопросительный знак что-то вдохновляет. Да, сейчас настроение, мы как раз занимаемся вот новой песней. Сегодня писали акустическую гитару. Пока вот вроде все хорошо идет. Пока есть настроение доделать песню к концерту, к ее электрическому звучанию. То есть в акустике она прозвучала в таком совсем сыром виде. Вот Пушкин рядом 23 июля, да, когда у нас там был концерт. А вот на концерте в Питере мы хотим уже ее так прям как-то более оформленно сыграть. Может быть запишем. Так, название песни, примера которой была в ПР в июле. В круговороте лица тела. Дали, дали, а, дали, голубые дали, в смысле, значит, ну, дали, в смысле, далеко. Да, как раз я только что говорила про эту песню. Эта песня будет называться, скорее всего, осколками. Рабочее название было, было слова, но потом слова превратились в осколки. При принятии решения, что слушаете, сердце или разум? Ой, бывает, что сначала сердце, а потом разум. Тут уже важно, в каком состоянии ты принимаешь это решение. Лиза, можете исполнить эту новую песню? Сейчас? Да, сейчас, сейчас возьму и исполню. Да. Приходите на концерт, обязательно исполним новую песню. Как читать, в каком случае можно соврать? Соврать можно, я думаю, что здесь, наверное, стоит вернуться вот к размышлениям, помните, горький на дне, да, там как-то был ложь во благо. То есть мы понимаем, что действительно она может, что это ложь или скрытие какой-то информации может принести пользу человеку или вам обоим, или себе. Тут уже, как там, кто, каждый для себя расставляет приоритеты. Поэтому я думаю, что это возможно в каких-то очень стоящих случаях. Так, а волнуйтесь перед прямым эфиром? Перед прямым эфиром? Ну, такое, ну, обычное какое-то, не знаю, волнение небольшое есть, конечно. Вы автор прекрасных стихов и музыки, а вам посвящались стихи и песни? Да, мне посвящали, ну, может быть, не такие прекрасные, как у меня, но, да, конечно, было, наверное, давно и много, я уж и не вспомню. Когда объявите победителей в стихотворном конкурсе? Ну, кстати, значит, я думаю, что, ну, вот в конце месяца, то есть точно, да, сейчас боюсь называть, но я привезла то, что обещала, ну, такие небольшие сувенирчики из каши, из каши, из каши, как обещала. И на концерте я их вам вручу, может быть, даже на сцене посмотрим, как будем располагать временем в программе. И, да, ну, условия обязательно, что нужно присутствовать на концерте, там передастов никаких не будет, как в прошлый раз, а можно вот заберет там кто-то, нет, никто забирать не сможет. Лиза, а Света написала альбом, сначала набив музыку, а у вас стихи идут сперва или музыка, можно ждать ног? А мы сначала набиваем синяки. Ну, наверное, можно, раз Света так сделала. Тут, знаете, человек очень, у него неограничены вообще возможности, мне кажется. Видимо, так тоже можно. У меня идут, я могу взять, у меня лучше всего получается зачастую, когда я беру и гитару, и, соответственно, что-то пытаюсь сразу сочинить. Но если разделить это, то, наверное, чаще всего, что сначала рождается текст. Когда объявить... Никогда. Так. Приветики-пистолетики. Любить или быть любимой? Жду вас в Башкирии. Приветики-пистолетики. Значит, мне, наверное, ну, не знаю, здесь и то, и то важно, чтобы это было гармонично. Какой-то, мне кажется, в юношеский период мне было важнее и интереснее любить. Сейчас уже фиг с ним можно и просто. Лиза, расскажите о создании песни «Мечта». Мне кажется, должна быть какая-то история. Все, что я помню про историю создания этой песни, клип «Волчица», как у всего, а я не смотрела еще, сегодня она вышла, да? Ну, еще не смотрела, посмотрим сегодня. «Мечта», что я могу точно сказать, вот этот вот прихорос, у меня учился Ленин, как с надеждой засыпать, письма списывал Онегин. Там, это сначала я этот текст отдала Свете, и она даже положила ее на набитую музыку, как вы выражаетесь, у нее была набита музыка. И прям там, значит, все хорошо срослось, а потом, мне кажется, был такой момент, когда мне стало жалко, и как-то вот, ну, либо ребята там долго что-то там думали, или, ну, не знаю, как-то затянулось время, и я потихонечку под эту дудочку ее обратно забрала. Лиза, вам понравилась Турция? Что запомнилось? Вернете туда еще? Мне очень понравился вот этот каш, ну, это прям что-то волшебное. Я вот жила на скале, там чистейшая вода, сразу глубокий вход в море. Этот городок, он сам по себе европейский, это что-то среднее между Грецией и Италией. Я бы хотела туда вернуться, вот, и думаю, что там по возможности вернусь. И Анталию я старую узнала с другой стороны совсем. Лиза, знакома с творчеством Зима, что там? Зима-ме? Зима-ме? Зимы? А, Эм, господи, Эм, Эм. Хотите с ней сделать коллабр? Коллабр? Абр, Абурка, Лабр. Очень талантливая поэта. Да, я слышала, ну, немножечко из другого жанра, ну, немножечко, ну, кто его знает. Неисповедимые пути музыкальные. Такая песня классная, супер. А какая песня? Не знаю, про какую вот песню. Ну, видите, вот, просто если я читаю вопрос, то немножечко подождите, потому что я начинаю прыгать туда-сюда. Вот, про мечту я вам рассказала, что она, как бы, у меня даже где-то есть набросок, где Валера Тхать, Виньков Миша, они играют вот на набросок, набивают музыку на эти слова. А потом что-то не сошлось. Идеальная старость, если вообще признаете. Идеальная старость. Ну, идеально, ну, мне хотелось бы соображать до конца своих дней, да, что-то. Ну, быть в силе самостоятельно. Жить где-нибудь на берегу моря, мне кажется, это идеально. Чтобы была возможность материально себя обеспечить, в каких-то потребностях. Ну, и поменьше, конечно, болеть. Это, наверное, ну, и чтобы рядом были люди, которые могут, как это не банально звучит, принести стакан чего-нибудь. Не планируете приезжать в Москву? А, переезжать? Да, что вы говорите такое? Мне сложно-то приехать, бывает, в Москву. Кстати, москвичи, у вас с 30 по 7 объявлены праздники. У вас ничего не будет работать, поэтому вам сам Собянин велел приехать в Санкт-Петербург 4 ноября на концерт питерский. И таким образом даже не заметите, как пролетит вот этот ваш, как это называется, локдаун. Поэтому ждем вас. Приезжайте. Вы фаталист или активист? Мне кажется, это не антонимы. Мне кажется. Но поправьте меня, если я не права. Это, опять же, зависит очень от настроения. В большинстве случаев, что касается каких-то личных переживаний, то я, наверное, фаталист. А где-то в каком-то творчестве, в организации, еще чего-то, я могу быть либо реалистом, либо оптимистом. Активист? Это я была активистом в школе. Расскажите, пожалуйста, о своем обычном дне. Подъем, отбой. Ну вот, вы про него, в принципе, вы про него только что рассказали. На самом деле, где-то в Рилс есть такие видео, я видела, значит, кто-то встает. Доброе утро, мир! Сейчас я буду завтракать, а потом я буду обедать. Ну, вот так вот проходили мои дни, на самом деле, в Турции. Мой день, ну, например, сегодняшний, я пишу вам день, сегодня я проснулась, мы с Димой начали виртуально, с Димой Чешейкой виртуально записывать акустику. Ну, то есть я мысленно была с ним. Я мысленно нажимала на струны, на лады. У меня сейчас, кстати, травмированная рука, поэтому я в любом случае не могу играть. Поэтому, даже если бы я не обратилась к его помощи, сама бы я не смогла это сделать. Затем я поехала на тренировку по бадминтону. Пока доехала, это уже час. Там полтора часа. Затем я забрала ноутбук из ремонта. Да и затем я уже приехала домой, привела себя в порядок, и вот я здесь. В общем-то, этот день похож на некоторые дни из моей жизни, но бывает, что я никуда могу не выходить, могу провести день дома. Я же теперь веселый безработный. У нас... Беззаботный, безработный. У нас... Мы закрыли салон красоты, который проработал почти 21 год, поэтому мне стало спокойнее, мне стало веселее, мне стало свободнее, и появилось больше возможности заниматься, чем хочется. Расскажите, пожалуйста... Ага, рассказала. Лиза, как у вас появилась Кимба? Ну, не у меня она появилась. Так говорите, как будто я родила ее. Значит, я привезла ее из Литвы. Она родом из Вильнюса, она литовка, поэтому сначала мы не сразу нашли общий язык. Ну, я стояла в очереди, у меня был первый выбор. Я заниматься начала с баги, выставочной такой деятельностью. Но баги она была у нас не очень по экстерьеру выигрышная. То есть мы в основном брали тем, что у нее был очень яркий темперамент, она легко двигалась. Я научилась ее выгодно выставлять. Выгодно, в смысле, я не деньги с нее брала, а показывать ее выгодные стороны, а скрывать какие-то недостатки, которых у нее очень много. И затем я поняла, что мне нужна собака, с которой я смогу какие-то свои амбиции все-таки удовлетворить в большей степени. И вот я нашла Кимбу, у нее там черско-американские крови, очень хорошая генетика, наследственность. Очень хорошие родители красивые. И ждала ее, ждала. И в возрасте одного месяца я приехала ее забирать в Вильнюс и забрала. И вот как раз вместе мы с ней въехали в этот дом. И вот с тех пор она тут живет. То есть мы с ней живем здесь одинаковое количество времени. Так, где у нас она? 16 лет, очень почтенный возраст. Это туда же относилось. Ну да, очень почтенный возраст. Это я сама иногда не понимаю, за что она держится. На чем она держится, я не понимаю. Как она? Вот опять летом было сильное обострение. Я думаю, уже привет. Но Кимба пролежала в стационаре собачьем пару дней. И все, и выкарабкалась. И вот благодаря тому, что она выкарабкалась, это можно сказать, что она меня как раз отпустила в Турцию отдохнуть. Потому что если бы не она, если бы она не собралась, не сконцентрировалась, то я бы не смогла уехать. Пожелание платной онлайн-трансляции питерского или московского концерта. Что я могу здесь сказать? Хорошее пожелание. Но я вот скажу, что я не сторонник всего звука, который идет в трансляцию. Я, наверное, не вспомню, чтобы мне нравился звук, который снимается с пульта. Ну вот прям, ладно бы еще, когда совсем были сильные ограничения, можно на это и пойти. Можно пойти, когда это маленькое мероприятие. Но вот какой-то большой электрический концерт делает на него трансляцию. Во-первых, это определенные затраты, нужно это понимать. У нас абсолютно нет уверенности того, что она окупится. Я знаю по опыту Света с Ругану, они делали платные трансляции. Это совсем не те деньги, которыми можно это купить. А у нас как бы и так сейчас хватает за что. Так, Лиза, кто ваша музыка? Кто вдохновляет вас на написание стихов и их исполнения? Я уже тоже отвечала много раз, что это не обязательно человек. Это могут быть события, это может быть кино. Я могу просто отдохнуть, переключиться, отвлечься, и мне могут начать приходить мысли. Вот так же с песней и слова, это просто такой опыт, который копился, выводы, которые копились в течение жизни. И вот в какой-то момент они в стихотворную форму какую-то сложились. Можно ли будет увидеть онлайн-трансляцию ваших концертов, например, ноябрьского? Ну, то есть вот только что я отвечала на этот вопрос. Ну, пожалуйста, вы можете организовать какой-то фонд, скинуться на трансляцию. Мы можем ее сделать, если много желающих будет, но я не люблю этот звук. То есть это, во-первых, это совершенно не та атмосфера. Я понимаю, что много очень у нас слушателей, которые не могут попасть, да, очень там сложно, долго или дорого попасть в Санкт-Петербург или в Москву. Но, тем не менее, ну, значит, будем ждать пока мы к вам доедем или... Мы можем сделать эфир, прямой эфир в Инстаграме, но это тоже такое... Ну, звук, вы понимаете, это снято из микрофона телефона. Это не всегда хорошо, это, соответственно, достаточно большое расстояние между нами и камерой. Ну, не знаю, что вы там увидите, а в любом случае это тоже, опять же, какие-то ресурсы нужно там посадить человека, который будет держать телефон двумя руками, отвечать на все и так далее. Можно... Ага, опишите себя тремя словами. Можно глаголами. 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 Искать. Жить. Так, третье там есть, ну, наверное, нет. Что еще? Я глаголов-то не помню больше. Ну, пусть будет писать, например. Кто был вашим героем в детстве? Ну, наверное... Ну... Наверное, Алиса Селезнева. Если говорить про музыкантов, это, наверное, Виктор Цой, группа кино. Кого мы там еще помним? Ну, совсем в детстве я так сейчас не готова сразу. Это нужно поковыряться в своей памяти. Что вы не любите делать больше всего? Не люблю я делать больше всего. Это рано вставать. Если я не выспалась... Гитарный мастер нам звонит. Потом я не люблю делать, когда меня что-то заставляют. Ну и все, пожалуй. Какое качество больше всего цените в человеке? Пунктуальность, честность, чувство юмора, умение прощать. Ну, вот так. В какую страну хочется возвращаться снова? Ну, это вот очень зависит от того, при каких обстоятельствах ты оказался в этой стране. То есть для меня, на самом деле, вот я поняла, очень часто не играет значение какая-то страна. Играет значение... Имеет значение, что ты там успел увидеть, что ты... Ну, какие ты впечатления получил. То есть вот сейчас мне понравилась эта поездка в Турцию. То есть я бы хотела туда вернуться, но не знала, что я когда-нибудь скажу такое про Турцию. Я хочу возвращаться и в Индию, и во Вьетнам. Кимба, что случилось? Иди. Давай, 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 давай. И во Вьетнам, и... Ну, в меньшей степени, но все же. Куба мне когда-то понравилась. Португалию нравится. Мне, в принципе, очень много стран нравится. Главное, чтобы солнце, а не как-то вот сырость. Этим, да, меня сводят с ума. Какой фильм произвел на вас наибольшее впечатление? Ну, это вот тоже к вопросу про любимые песни. Я столько смотрю фильмов, кино и сериалах, что я на самом деле на следующие, через два дня, не могу даже вспомнить про что они, и что я их вообще смотрела. Ну, вот, даже не вспомню, что я смотрела. Ну, это... Нет, я... То, что я смотрела прямо в последние дни, я даже не могу в ступо сказать. Что для вас счастливый день? Как этот день, проведенный как? А закончились, да, комментарии, или просто все перестали писать? Ну, там были вопросы. А у меня не отражаются они? А, вот они. Вот они. Про Ленин и Надежду. Запрос. Дима, привет. Дима позвонил мне перед эфиром, и на это... На... Как это называется? Накрутил меня. Написал, Лиза, я говорю, что случилось? Он говорит, ладно, потом, после эфира, я говорю, что-то страшное. И он теперь молчит, не говорит мне, что случилось. А он у нас должен был играть 4 ноября на концерте, и вот я не знаю, может быть, он хочет сказать, что он не приедет. Или что он еще может сказать, вот таким словом протяжным? Последняя песня по стихам очень мощная. Можно узнать, что сподвигло сочинить такие стихи. Это была личная драма. Ну, все, что связано со значением слов в нашей жизни, я думаю, что это не только личное. Конечно, я с этим сталкивалась, и люди, которые со мной сталкивались, с этим сталкивались, и вы все сталкивались. Это, в принципе, я думаю, такая... Эта тема близка многим. И это часть нашей жизни, и от этого никуда не деться. Так, где-то еще... Сохраните, пожалуйста, эфир. Вот это тоже очень большой квест. Я не помню, как это делать, но я постараюсь. Значит, Лиза еще когл. 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 Еще когда, наверное? Всегда. А кто это Кимба? Кимба! Кимба! Кимба это собака. Дима пишет. 21 год, я ни разу не стригся там. Ну, во-первых, ты редко стрижешься, в принципе. Примерно с такой периодичностью ты стрижешься. А во-вторых, ты в Ростове. Так, так, так. Так, есть у нас. Зашел ли вам лично новый сольный... Ой, что-то я стерла. Новый... Новый альбасоль... Но... Зашел ли лично вам новый сольный альбом сольный? Пр... Неплохо. Альбасольный альбом вполне неплохо. Я пока не знаю, про что вы говорите, про какой альбом. Но я думаю, что он достаточно хорош, раз ему столько внимания. Так. Почему-то у меня не стали вверх... А небольшие концерты онлайн еще будут? У вас обалденные песни. Они прям заряжают энергией. Спасибо за них. Спасибо. Ну, наверное, когда-нибудь будут, пока маленькие мы... Хотя сейчас все так складывается, что, может, опять вернемся к маленькому. Сохраните, пожалуйста, эфир. Спаси и сохрани. Он скажет, что локдаун для всех городов. Это кто? Он скажет. Я, видимо, какие-то все-таки пропускаю. Как вам альбом сольного проекта Девя Ковича? Ну, мы же его похвалили правильно там на стене. Мы же что-то писали. Значит, нам понравился. Мы же не можем похвалить и сказать, что он нам не понравился. Тут же должна быть какая-то логика и последовательность. Гитарный мастер нам звонит. Так, Лиза. А Лиза модница носите платье. Они бывают у меня иногда в... Хотела сказать, во время пандемии. На концертах. Но сейчас уже все реже-реже. Лиза, еще когда-нибудь увидим вас на турнире «Ловкий мяч». Так, а когда я там была-то? Давно же это было. Скорее всего, на турнире «Ловкий валан». Вы меня можете увидеть. Это ближе к делу. Я продвигаю. Как вам новый альбом с Урганом и Светланой? Да что на сегодня за критика? Я музыкальный критик. Я не все песни еще слышала, скажу честно. Вот, какие-то есть. «Ливень» это уже со второй части или с первой? Я там немножечко запуталась. В общем, до конца я еще не прослушала все. Допростит меня новый альбом. А Лиза в Архангельск приедешь? В Архангельск, наверное. Если будет там концерт, то почему нет? А Михаил сочиняет песню? Расскажите о нем. Я предлагаю... Я, кстати, у меня была мысль Михаила взять сюда прямой эфир, чтобы он сам мог что-то говорить. А, «Ливень» с первой. Ну, значит, что-то я со второй тоже знаю. Ну, я их еще много... Многие слышала до того, как альбом вышел, поэтому немножечко у меня там путаница в голове. Значит, Михаил, Михаил сочиняет песни. Насколько я знаю, он, по-моему, не на русском языке их сочиняет. Лиза, как вам новая песня теперь? Дима, теперь она стала прям, ну, благодаря тебе, благодаря тому, что услышал мои пожелания по барабанному рисунку, благодаря твоим плейбэкам и, конечно, всем остальным инструментам, которые будут сейчас записаны. Она, мне кажется, стала вообще очень интересная и... Ну, вообще что-то очень интересное будет, я надеюсь. Если никто не испортит. Ладно, вернемся к нашим вопросам, которые... Лиза, читайте вопросы с бумажки. Мы же старались, заранее их присылали. Все, извините, пожалуйста. Значит, когда будет следующий эфир? Следующий эфир будет, наверное, пока еще не знаем, когда. Как вот дочитаем вопросы с бумажки? Сейчас видите, какие приоритеты у нас. Используете ли эзотерические практики для достижения целей или для подглядывания? Так, а что это за подглядывание? Я такого не знаю. У меня тут болела голова. Еще один читай говорит, да что это вы сговорились там? У меня тут болела голова несколько дней. Я тут как-то писала. И вот Аня мне тоже, Маличенко, ты должна ко мне попасть на прием. Значит, какая-то там мета... Мета... Мета-соматика теперь нашли, новое слово придумали. Я говорю, а что мне нужно будет делать? Ничего, ты будешь лежать, я буду, говорит, тебя трогать. Вот я сказала, хорошо, в следующий раз. Но пока я к этому не доводилась прибегать. У меня тетя в Израиле, она вот этим любит заниматься. Ну, вернее, не то, чтобы любит, занимается давно уже. В каком возрасте была точка невозврата или вилка судьбы? О, господи. Ну, точка невозврата, я понимаю, что это такое. А вилка, это, наверное, когда нужно было сделать выборы. Я сделал выборы, и вот это, наверное, есть вилка, да? У меня, мне кажется, очень часто в моей жизни были вилки. То есть, когда в детстве мне нужно было сделать выбор бадминтон или легкой атлетикой. Остаться в легкой атлетике или пойти в бадминтон. Дальше у меня был в школе выбор. Остаться в классе, там, в таком-то или пойти в журналистику. Дальше у меня был перед вузом выбор пойти, значит, в культмассовые специалисты. Там, как он назывался, то не помню. Менеджер социально-культурной деятельности. Либо папа меня склонял все-таки к экономическому образованию. Тоже нужно было сделать выборы, взвесить все за и против. Ну и так они постоянно, даже когда ты выбираешь, как будет звучать песня, мне кажется, это все равно какая-то вилка какая-то, все время палка мне в колеса. А, не вилка, а вилы судьбы. Нет, здесь написано, вилка судьбы. Точка невозврата, то есть, что точка невозврата, я не совсем понимаю. То есть, когда я изменилась и уже обратно не могу поменяться, ну, я не знаю, я никогда об этом не задумывалась. Мне кажется, уже каждый день мы как бы приходим в какую-то точку и происходит такой момент, когда уже жизнь невозможна провернуть, как фарш или как там поется. Обратно невозможно это все в любом случае отмотать. Придумайте кличку для кота, если бы он стал символом группы. Ну, во-первых, я бы очень сильно задумалась бы о такой группе, у которой символом является кот. Вот, поэтому я не знаю, правда, бегемот какой-нибудь. Но у меня бы не было такой группы, это я точно знаю. В определенные дни плед с мороженым или соленая рыбка. Вот второе. Это второе. Вот я не люблю, практически не ем сладкое, люблю острое, соленое и жирное. Питер, город творческой грусти или грустной любви? Не знаю, летом у меня никакой грусти вообще нет. Очень все зависит от цвета. Понимаете, как на фотографиях, как на видео, все зависит от цвета. Осенью, конечно, наступают меланхолические такие, приходят меланхолические настроения, потому что дождь, пасмурно, света не хватает, это именно до него вырабатывается и так далее. У человека в 36-38 точка вилы, карма. Сейчас мы с вами далеко зайдем. Я вот сразу скажу, я в этих терминах не сильна. Вилка так вилка, вилы так вилы, в 36 так в 36, карма так карма. Так, в определенные дни рыбы прямо спотелось. Тебе понравилось работать с детьми в детском творческом лагере «Звучи»? Я бы хотела тот же вопрос задать детям. Мне на самом деле... О, Валерочка пришел. Ну, не Тхай, а наш. Мне очень понравилось, мне было интересно. Для меня было это необычно, для меня это был эксперимент. Я какие-то новые для себя открыла способности, какие-то навсегда закрыла. Очень был интересный и полезный опыт. Но осталось только Мишу дождаться. Но, по-моему, Миши нет в инстаграме, да? Уже есть. А, уже есть. Ну, где ты? Миша, тебе тут вопросы задают. Так, сухое. Лиза любит не сладкое, а красное сухое. Красное, жидкое и сухое, да. Это правильно. Так, вы согласны с высказыванием, что домашние животные похожи на хозяев? Что общего у вас с кимбой? Ну, она по экстерьеру достаточно хорошо сложена. У нас цвет волос иногда бывает похож. По характеру нет. Тут мы как раз не... Я бы не сказала, что похожи, потому что очень часто все-таки Кимба оставалась в детстве одна. И ей, наверное, все-таки моего воспитания мало досталось. Поэтому она такая достаточно сдержанная, терпеливая, она терпит боли, она никогда лишний раз там не заскулит, не даст знать о том, что у нее болит. Вот. Ну, это не знает, что я постоянно кричу о том, что у меня болит, но я более не сдержанный человек в проявлении таких каких-то эмоций. Так, говорят, в жизни надо попробовать все. Есть вещи, которые вы никогда не попробуете? Ну, мне кажется, я точно не прыгну с парашюта. Мне кажется, я точно не опущусь на дно, ни на какое. Ну, дайвингом не буду заниматься. Мне кажется, я... Ну, в общем, все, что вот такое вот страшное, экстремальное, мне настолько достаточно своего адреналина, что мне совсем нет в этом потребности. Я вот не могу понять никак людей, которые летают, прыгают, пытаются себе что-то притянуть какой-нибудь... У меня и так постоянно ломаются то руки, то ноги, но не ломаются, но какие-то травмы происходят и без этого. То есть я, в принципе, являюсь, как мне когда-то в университете сказали, что я источник повышенной опасности. Так, у вас всегда находится, что ответить? Или бывает, что вопрос заводит вас в тупик? Ну, вот бывает, как вот с этим котом, и что-то еще был какой-то вопрос. Мне тоже хочется спросить, вы это вот спрашиваете, потому что что? Потому что вы хотите просто посмотреть, как человек реагирует, или вы действительно представляете себе ситуацию, что вот есть группа, у него символом является кот, и как бы Лиза назвала этого кота? Ну, тоже хочется понять происхождение этих вопросов. Ваши роковые встречи, судьбоносные знакомства? Ну, во-первых, вот, наверное, тогда-то, кстати, была Вилка, да, вот когда я познакомилась со Светой, то есть это была достаточно судьбоносная встреча, потому что, если бы не произошло этой встречи, я бы, может быть, не стала заниматься написанием песен, музыкой, группой и так далее. Наверное, вот эта судьбоносная... Все ребята, с которыми я играла, была в группе Монолиза, они, конечно, тоже все обязательно несут какое-то значение, обязательно как-то повлияли на судьбу группы, на мою музыку, на мое видение и текста, и написание песен, и исполнение и так далее. Потом, что еще судьбоносного? Ну, очень много бывает встреч случайных, которые в результате оказываются, что имеют какое-то большое или среднее там значение в дальнейшей жизни. Так, Лиза, не желаете ли вы заняться каким-нибудь бизнесом вместо салона красоты? Ну, вместо салона красоты... Во-первых, очень сложно найти этому замену, достаточно такой специфический профиль. Во-вторых, мне бы, если говорить на перспективу, мне бы хотелось какой-то, может быть, клуб свой сделать или там площадка концертная. То есть я вижу в каких-то таких смутных очертаниях, но это где-то далеко впереди, и пока эти мысли еще не готовы воплотиться в реальность. Лиза, ага, было такое, что на концерте во время выступления хотелось чихнуть. Если да, что сделали? Что мне только не хотелось во время концерта? Вообще, самое опасное, считаю, это вот чихать за рулем. Вот здесь я вот иногда не знаю, что делать, когда ты едешь, и глаза-то закрываются. А если вот у меня вот были моменты прям и машины по встречке, и ничего тебе... Что ты машинально как-то нажимаешь на тормоз, но это все какие-то неподходящие методы. И я вот каждый раз думаю, лишь бы не начать чихать где-нибудь на скорости и куда-нибудь не шпилиться на концерте. Вот с чихом... Да было, просто чихала и все. Чихала и не сдерживала себя. Так, с чиханием понятно все. Так, любимая игрушка, сопровождающая с детства? Нет, у меня нету ни мишки, ни дельфинчика. Никого у меня нет. Никого. Никакой игрушки у меня нет, которая меня сопровождает. Любимое блюдо в 18 лет и сейчас? В 18 лет... Я был такой гурман, конечно, у меня были разные макароны на первом курсе. Разные батоны, разного вида пельменей. Вот это была вся наша любимая еда. Ну и в принципе мы не очень, скажем так, об этом задумывались. Было масло, батон, макароны, пельмени. Они очень хорошо заходили. Мы... Ну, колбаса какая-нибудь отварная. Сейчас? Ну, сейчас, конечно, я... Сейчас у меня вкусы гораздо разнообразнее. Я люблю сырую рыбу в разных проявлениях. Там, слабой соли, просто сырую. Сыгуда, эстраганина, мясо, там, стейки. Потом пасту очень люблю. Пельмени всячески люблю. Японская, китайская, вьетнамская. Теперь уже турецкую даже кухню полюбила. Ну, то есть здесь как с песнями, очень сложно. Значит, что у нас дальше? Как вы думаете, когда уже закончится эта история с ковидом? Я прочитала с повидом. С ковидом. Я на самом деле надеялась, что она уже закончилась. Когда мы ставили концерт 4 ноября, я, ну, прям надеялась, что уже такого не повторится. Но, видите, никогда такого не было. И вот опять. Что для вас входит в слово небо? Ну, у меня только эта песня, это небо. У меня других ассоциаций нет. Для меня это вот небо. А, кстати, сейчас про название небо. И вспомнила, что историю тоже ребятам отправляла песню. И думаю, как назвать осколками, или как она у нас там в рабочем виде называлась. Зашла в проект, смотрю. Не вижу я песни. Ни слова не вижу названия. Ни осколками. Вижу осколками сатаны. Название. Это Валера составлял так проект. Так называет песни. Вот такой еще есть вариант названия. Спасибо за летний концерт в Пушкин. Рядом. Планируете там выступить еще? Ну, кто знает. Кто знает. Все может быть. Как оставаться всегда на позитиве? А никак. Это невозможно. Перемены настроения. Человек склонен испытывать разные эмоции. Всю палитру эмоций нужно испытывать. Нельзя жить только сомнениями, или страхом, или негативом, или только все время радоваться, быть на позитиве. Нет. Нужно жить и поддаваться своим настроениям, которые зависят от гормонов, которые зависят от окружающей среды, от погоды. Я тут узнала, что я метеозависимая. Зависимая я. Так, Лиза, вы верите в настоящую дружбу? Да. Пока еще. Пока еще верю. В каком возрасте вы начали писать стихи и музыку? Ну, первые самые такие корявые стихи, они были написаны в школе. Я там, не знаю, в старших классах, наверное, там про какое-то волосатое стекло. И я помню, что у моего преподавателя по литературе аж очки запотели, но она сказала, что это символизм. Я говорю, ну хорошо. И две песни какие-то у меня были в детстве написаны, и все, я к этому больше не возвращалась. Я в основном занималась всякими переделками к военовскам, и больше не к военовскам, и больше ничего. А затем вот вернулась уже, наверное, в совсем зрелом возрасте, ближе к 30 годам. Лиза, на какой вопрос вы сами хотели бы отвечать своей публике? Очень надеюсь, что его озвучат. Ну вот мне интересно было бы, чтобы вы спросили, а как новая песня, а что, когда запись? Ну я вам все уже ответила. То есть на какой вопрос мы хотим ответить? На тот, который несет информацию, которую мы хотим транслировать. Вот мне очень хотелось поделиться, что мы пишем новую песню. Мне очень хотелось вам еще раз всем сказать, что в Санкт-Петербурге будет концерт, что QR-кодов не нужно на этот концерт, что они начинаются только с 15 ноября. Даже если что-то случится, если даже что-то запретят, даже если какая-то штука произойдет, вы сможете вернуть билеты, у вас не будет накопленной пачки билетов на всякие концерты, потому что на наши концерты всегда билеты возвращались. Поэтому и чем раньше вы купите, тем больше у нас будет уверенности и понимания того, что с концертом все нормально. И потому что нам, конечно, тоже нужно это понимать и знать. Поэтому не откладывайте это никуда, ни на последние числа, ни на последний день. А вот прямо сейчас эфир заканчивается. Нажимаем кнопочку, заходим на monalisa.ru и каждому, кто в течение часа после эфира купит билет, я что-нибудь придумаю интересненькое на памяти подарим на концерте. Вот, пока еще просто не придумала, что только что акцию такую придумала. Так, на ответ, на вопрос я ответила. Чем для вас является группа Monalisa? Какое место занимать в жизни? Ну вот на данный момент прямо оно занимает хорошую территорию, большую. Сейчас есть возможность больше заниматься. Я не люблю это слово «детище», «ребенок». Это любимое дело, которое позволяет мне самовыражаться, благодаря которому я чувствую, вернее, благодаря которому у меня есть понимание своей какой-то нужности. Это возможность что-то оставить после себя, какой-то, скажем, более-менее культурный след. Вот, наверное, вот это для меня группа Monalisa. Ну и, конечно, это люди, которые находятся со мной в рамках Monalisa. Какие эмоции вы получаете после выступления? Чувствуете поступление положительных эмоций и энергии, напряжение и усталость? Все это вместе я чувствую. И положительные эмоции, и энергию, и напряжение, и усталость. Это все такой спектр, все вместе. Это все разделить невозможно. Очень даже бывает настолько такая... Я бы даже это сравнила бы с состоянием аффекта, потому что иногда я даже не могу потом вспомнить, что было после концерта, вот в какие-то там полчаса после него, потому что мозг переваривает все то, что произошло сейчас только что, да. Ну, у кого-то, может быть, он легче с этим справляется. У меня там шестеренки, я прям слышу, как они шумят, и то одна мысль, то другая. Я иногда не слышу даже, что там мне говорят рядом, или не могу вовремя отреагировать на сообщения, понять, что там даже написано. Вот, поэтому если вдруг увидите, что я ничего не понимаю, то не пугайтесь. Вот, поэтому вроде бы все вопросы с бумажки закончились. Я могу посмотреть, что у нас на экране. Там есть еще вопросы? Очень интересно, Валера, про его тухера спросить. О, Валера, давай мы тебя тоже позовем в эфир как-нибудь, и про твои татухи спросим. Я сама иногда сижу, если он напротив меня где-нибудь, и просто для меня это как книга, как какая-то страшная сказка. Я смотрю, что там только не нарисовано. Вот мне такое вот... Мои сны, это вообще самые страшные сны, самые... Они... Фантазия в моих снах не имеет границ. Но то, что у Валеры нарисовано, мне кажется, вот даже... Даже мои сны он переплюнул. В вашей тусовке не принято ходить друг к другу на концерты. Поздравлять с премьерами песен, презентациями альбомов. Удивилось, что вы даже не слушали альбом «Света». Я слушала альбомы. Во-первых, не нужно удивляться этому, потому что все-таки у каждого своя жизнь. Я слушала эти песни до того, как они вышли еще. Но просто у меня нет в голове пока четкой структуризации, какой части, какая принадлежит. Я их слышала все до того, как вышла первая часть. Поэтому это не очень правильные суждения. Это мой вопрос про чихать. Надо переносить, потереть, тогда захочется... Раз хочется чихать. Хорошо, потрем. Так, так. Лиза, ваше чувство юмора просто кайф. В Санкт-Петербурге будет концерт, но не все мы будем. Границы закрыты. Да, ну... Да. Границы закрыты. Мы постараемся кусочек прямого эфира обязательно сделать. И зовите там туда, куда... А, мы тоже не можем. Нет, мы как музыканты можем туда по специальному приглашению. Поэтому у вас есть возможность проявить инициативу на этих организаторов, пригласить нас в ваш регион, куда мы не можем попасть или из которого вы не можете попасть. Если брать встречу со Светой, то это реально судьбоносное в 27 лет. Это возраст черной луны. Вот, видите? Это возраст черной луны. Если брать многих музыкантов, то в клубе 27 многие ушли по наркотикам. Так что Лизе повезло. Насколько я знаю, этот клуб называется Клуб 28. Если мне не изменяет память, там, Эмми Ванхаус, там, и еще. 27 они? Ну, слабаки. А тем, кто купил билет в первый день, будет что-нибудь интересное на память? Ну, такой акции у меня не было. У вас будет на память, я думаю, автограф. Я думаю, можно будет сфотографироваться, если нам позволит там дистанция это все сделать. Вот, ну, вот акцию про на памяти только что придумал, поэтому не надо манипулировать мои фантазии. Давайте честно, у Светы топ первая часть альбома, а вторая не очень. Вот, видите, перешли вот к таким рассуждениям. Ну что, наш эфир подходит к концу. Я очень была вас рада всех видеть, читать, и надеюсь увидеть в Санкт-Петербурге 4 ноября. Кстати, москвичи про 5 декабря отзовитесь. Отзовитесь, кто собирается на концерт 5 декабря. Тоже интересно нам понимать и иметь обратную связь. Вот, но в любом случае, Москва, гости столицы, все, кто близлежащие города, приезжайте, потому что у вас все равно ничего хорошего там не будет. А получается, у нас сколько выходных? У нас с 3 по 7 число 4 дня выходных. Можно приехать, сесть в Сапса, можно приехать, сесть в Красную Стрелу. Я, кстати, очень люблю поезда, кроме тех случаев, которые сейчас расскажу. Есть тут еще этот желтый-оранжевый поезд, как он назывался, мандарин или как он, я раньше его любила, как он, апельсин. Но все в нем оранжевое было. Ты заходишь, и все там цвета апельсина. Мегафон. Мегаполис. Да, наверное, мегаполис. Ну вот. И я очень люблю поезда, и раньше любила, вот пока меня не обворовали один раз в поезде ночью, ну, прям взяли и забрали. Но мы с сотрудниками поезда, поездателем милиции, мы обезвредили, поймали вора и обезвредили его. Вот. А второй, еще помню случай, это мы с Мариной ехали, и ко мне начал приставать мужик в капроновых колготках. И я говорила, Марина, он ко мне пристает, а Марина засыпала, и, значит, просыпалась, говорит, да, Лиз, да что ты выдумываешь-то, спит человек. А тот сразу раз, руки убирает и делает вид, что спит. Значит, опять Марина засыпает, а он опять ко мне. Я ее бужу, значит, ногой вверх, там, бью в верхнюю полку. Говорю, Марина, он ко мне же пристает, он же меня сейчас что-то со мной сделает. Просыпается, тот опять спит, говорит, да, Лиз, что ты придумываешь, что ты, и все, я не могла никак доказать, у меня не было свидетелей, но я полностью разочаровалась в людях, в поездах, и теперь езжу только либо на Сапсане, либо, если получается, СВ, либо женское купе, в крайнем случае, хотя женщины тоже бывают разные, и храп никто у них не отменял, это у меня прям больное место. Лиза, попытаетесь убедить СЯ тоже сделать эфир? Ну, конечно, конечно, Света же, наверное, сама сможет убедиться и сделать то, что нужно. Никто здесь никого не должен убеждать. Ну, что, еще раз спасибо, до встречи 4 ноября на концерте, не забываем сейчас идти на сайт monaliza.ru и нажимаем кнопочку купить билет, и не забывайте, что вам будет что-то интересненькое на память от меня, не знаю, пока что, но я точно придумаю. всем пока. Куда нажимать? Нажимать куда? Завершить. А тут крестик только. Попробуй. Смотрите, если вдруг эфир пропадет и не сохранится, то надо еще раз купить билет тогда. Так, смотри, завершить видео. Попробуй. Продолжение следует...